У меня, наверное, немножечко будет спорный такой вопрос сегодня. Называется это демократический социализм, это иллюзия или реальность? Но это не совсем мое мнение, это мнение человека, который выступал на одной из конференций, о которой я буду говорить, многие члены партии эсеров были большим влиянием теории Маркса тоже, классовыми. И это, конечно, очень мешало всему. Вот и только после гражданской войны, со всеми ее жестокими последствиями, после окружения целого ряда иллюзий, постепенно эсеры начали постигать результаты всей свершившейся в России трагедии. Были попытки продолжить в борьбе предела Родины. Ну, это известно вообще, да, это состоявшееся в Париже заседание бывших членов учрежденного собрания. Подобные попытки, правда, делались еще и в Сибири. Но потом, значит, было запоздало и стремление помочь. Слышно, слышно, слышно. Плохо слышно, я могу короче говорить. После членов было в Сибири, потом были созданы в Сибири, в Сибири и Париже было создано так называемое непартийное объединение с его административным центром. Были явно, и административный центр делал, но явно запоздало и стремление вызвать помочь Кронштадту, когда был кронштадтским восстание в Кронштадте. Кроме того, в конце ноября 1923 года была создана в Берлине малоэффективная конференция. Один из старших ее участников, Егор Игоревич Лазарев, на более трезво оценивавший положение, сказал тогда в своем коротком слове, вот что он сказал. Могу констатировать, что все мы находимся в атмосфере сумасшедшего дома. У нас набито столько утопизма, максимализма, что дальше идти некуда. И прежде чем строить центральную организацию, мы должны раз и навсегда забыть прошлое. Мы все делали ошибки, и все виноваты. Как он сказал Лазарев. К сожалению, далеко не все разделяли его мнение. Об этом свидетельствует и та единственная в своем роде теоретическая конференция, которая проходила в январе и феврале 1931 года в Праге, и о которой вот дальше пойдет речь. А говоримся сразу, большинство участников этой конференции все еще основались во власти наивного заблуждения. Мол, противоестественная власть узурпаторов и большевиков не может быть долговечной. То есть, что народ мунтуется и сбросит эту власть. И вот более чем за 60 лет до того, как коммунистический режим в нашей стране действительно ровный, они намечали основные направления работы партии в деле переустройства родной страны. На конференции, которая продолжалась в 1931 году, несколько дней она продолжалась, она содержала 6 докладов. И вот сами темы этих докладов говорят о том, как собирались СССР в 1931 году переустраивать свою страну. Были такие государственные строя в России после большевиков. Одна тема, другая тема, земельная политика, социально-экономическая политика, рабочая политика, ну и, наконец, национальный вопрос. Доклады вызвали отжимленное обсуждение, особенно то, о чем говорил Василий Гаврилович Аркангельский. Его доклад был первым и задержал основы демократического социализма. Он, поскольку он был первым, то он по задумке организатор конференции должен был быть главным. Но сразу после него слово взял один из эсеров, такой Иван Иванович Калюшин. По его выступлению речь шла об интегральном социализме. Так обозначил он тему своего выступления, в котором весьма критически оценивает целый ряд формулировок и выводов докладчиков. И в Аркангельске, по его мнению, он в многом еще находится во власти примитивных марксистских воззрений. И вот что он говорил Калюшин. Мы занимаемся старыми перепевами. Докладчик не поставил вопрос об идеологических основах, так как это следовало, и не ответил на то, на что он должен был ответить. Необходимо сопоставить два основных понимания социализма – народнического, демократического, этического, интегрального и марксистского, классового и экономического. И в полный текст его выступления, в теномерфической записи русской речи, граница у нас в архиве Рогаспи. Оттуда, собственно, я выбрала публикацию, которая вот уже вышла. Само выступление Калюшинова в интегральном социализм, да, о чем он говорил. Интегральный социализм предполагает не только раскрепощение личности от внешнего мира, но и ее внутреннее освобождение, раскрепощение ее психологии от наслоения эпох чуждых и противоположных социализмам. Спрашивается, как этот самый важный, самый сложный, самый влиятельный этап социализма осуществить посредством классовой борьбы? Вот как он поставил вопрос. Выступление Калюшинова в интегральном социализме было публиковано в истории как будто рогичных монахи в актей-версии еще в 2002 году. Я хочу подробнее остановиться на личности самого Ивана Калюшинова, ибо он определенным образом поделялся из общего ряда своих собратьев по партии. Начать с того, что он был сыном народовольцев Калюшинова Ивана Васильевича и Надеждой Семеновны Смирницкой, участников известной корейской трагедии 89-го года. На карте, ну это известно, да, в знак протеста против применения телесных наказаний политических заключенных. В партию эсеров Калюшин Ивачи вступил, когда ему едва минуло 19 лет. Его называли блестящим дилетантом, что, вероятно, соответствовало действительности. Прекрасный художник, острый политический и карикатурический публицист. Он и это в его характере, пожалуй, было самое главное. Был честным, принципиальным, глубоко преданным делу, которому посвятила жизнь. Родился он в Самаре в 82-м году. Еще студентом Московского училища живопитеваяния и зодчества участвовал в декабрьском вооруженном восстании 1905-го года. Был арестован, выслал из Москвы в Самару. Там он ходил в состав Самарского и одновременно областного полу, что и комитетов партии эсеров. Террористом он не был. Хотя самарская охранка очень старалась его пристроить к террористам, но это, конечно, было неверно. Он занимался в основном делом изготовления фальшивых паспортов для нелегалов. Дело в этом виртуозно, потому что обладал недюжинами способностями художника-графика. Кроме того, он и его жена содержали подпольную типографию, где печатала запрещенная литература, листов и тому подобное. В 1907-м году Иван Кальмушин был арестован в Нижнем Новгороде и после тюремного заключения присужден пятилетней ссылке в дороге Евгустео-Глубус. Вральская революция освободила его из последней ссылки, из-за Байкалия. В апреле 1917 года Кальмушин в Нижнем Новгороде. Он редактор серовской газеты «Народ» и член Совета крестьянских депутатов. Вскоре остановится в углове Губернского комитета партии СССР. В качестве доколова был избран делегатом 3-го и 4-го съезда в партии СССР. Был он также представителем Нижегородской губернии на демократическом совещании республики в сентябре 1917 года. И в парламенте, который, известно, закончил свое существование из-за взябреского переворота. Кальмушин был убежденным и последовательным сторонником демократического пути развития России и непримиримым противником как монархического строя, так и большевистской диктатуры. На странице газеты «Народ» появлялись его кубернистические статьи, избитые филитоны, яркие политические карикатуры. Долой войну, долой временное правительство, захват власти. Вот те истерические лодки, которые выбрасывают устные печатки большевики. Желая немедленно прекратить войну, они далеко не прочь устроить бесчеловечную войну внутри страны. Что это, цинизм или отрубствие здравого смысла? Как человек достаточно умный и прозорливый, он в эти юльские ики писал о пагубной политике партии ленинцев, поощряющих ограбленный террор и разорение не только помещичек, но и крепких общинок и частных крестьянских хозяй. Писал о той ставке, которую делали большевики на самые темные, и руминизированные народные массы. Характерно, что уже тогда Иван Кадыш не сомневался в необходимости немедленной социализации земли. Этой армии-ормиги аграрной программы партии СССР. Он предвидел также и то, что по результате победы большевиков станет неизбежной гибель русского крестьянства. Он об этом писал в газете русского крестьянства, которое так безоглядно и доверчиво пошло за ленинской партией, пообещавшей закончить войну и дать народу землю. А несколько номеров газеты «Народ» в то время выходят под дерзкой шапкой и долой самодержавия. Белый длину самодержавия большевиков. Тогда в конце января 18-го года большевики запретили газету «Народ» и устроили погром в помещении комитета партии СССР. Тогда арестовали и редактора. Правда, ненадолго. СССР ушли в подполье, а Карюшин стал одним из вдохновителей и организаторов рабочих забастовок в христианских восстаниях по Волжии. Заклаченный чекистом, измерзкий, избитый, приговоренный к смертной казни, он сумел бежать буквально из-под ареста, под расстрела. Как о том сообщил 27 сентября 18-го года Самарского озера «Земля и воля». В Самару освобожденную от Гришевиков с помощью восставшего числоватского региона съехали в то время многие, это известно, участники разорганного учительного собрания. В большинстве случаев были право и сорт СССР. Было создано на демократическое правительство, потому что народная армия. Но силой демократии на Волге, на Урале, в Сибири были слабые, растираемые противоречиями. В итоге 7 октября 18-го года Самару снова была свята частями Красной Армии. Рубежами на пути отступления российской демократии, назвавшей себя третьей силой гражданской войны, Сталин Фач, Лябин, затем Дальний Восток. Владиастоке привел в власти земства и коллекционного противописного, установилась в нечто похожее на народовласть. Горюшный там был редактором и издателем эсэровской газеты «Воля». Она больше года смело сопротивлялась к двойному давлению коммунистов и щиты. Так, в тогдашней столице, в Древосточной Республике, она архитически настроена к кругу Владивостока. Кроме того, еще боролась против японской интервенции. Редакторы, как уже на ней раз, обестовывали представители разно сменявших друг друга властей, но он оставался верен в себе и своим убеждениям. Однако сторонники демократии опять потерпели поражение. В конце 21-го года, перед угрозой нового ареста, неминового в неминуемого расстрела, Горюшный, как и некоторые другие члены партии СССР, вынуждены были эмигрировать. Живя в начале в Дерлине, затем в Праде, Иван Иванович состоит сотрудником пражского зембора. Он заведует культурно-массовым отделом и помогает в строительстве, пребывающих в столице Чехословакии русских эмигрантов. Когда в начале 20-х годов стараниями эмигрантов было создано общество помощи советским политудриченным, Горюшный стал заместителем председателя этого общества. Он много работает и как художник. Вот об этом я хотела бы сказать немножко подробнее. В 24-25-м годах почти ежедневно Кириллинская газета «НИК» Орган временного правительства беззнания публикует его политические карикатуры под псевдонимом новинок, это Иван, если прочесть наоборот, с язвителями и острововными текстовками. Там же появляются созданные им дружеские шаржи и резунки. Человек бескорыстный и малопрактичный, он испытывал немалые материальные трудности, и берет возлюбленное дело в области прикладного искусства, иллюстрирует книги, оформляет дезитные карточки и почетные дипломы, делает художественные адреса. Вот в дневнике, который вел Лазарев, рассказывается о том, как Иван Горюшный по маленькой документной фотографии написал маслом большой и очень выразительный портрет умершего в большевистской ссылке молодого инженера Свина Виктора Чернова, которого звали Ларис. Портрет этот дом подарил Чернову, проглучивая утешение в его уборе. В одном из номеров дней на странице, посвященной серого речью со дня смерти Михайловского, был помещен его портрет, в дружескании Галюжного, который был автором портретского инициального века. Взяв с основы известную фотографию, он сумел в собственной манере передать в облике писателя. А большой его портрет маслом прекрасно исполнен Галюжным, как отметили те же дни, украшал сцену на торжественном вечере памяти Михайловского. В эти же дни Иван Иванович создает серию кукол в стиле русского народного театра. Они были настолько выразительны, что искусствовед Николай Ильев посвятил им несколько рассказов в журнале «Горезвоны», который проходил в Риге в 1916 году. Ну вот, понимаете, «Таскапа, вынуждена оставленная родина» и приводит к тому, что Иван Иванович берется сочинение оригинальных и ярко им самим иллюстрированных детских сказок, навеянных русским фольклером. 14 сказок были переведены на чешском языке и издавались в 1923-1927 годах. Русско-куртурно-историческом музее Руссбратцева, который выступил с праздником, Калюшин подарил одну из своих с любовью углов. Выпоминали на акварели. Это профессор Кизвятер на Кальдере. О фонде русского зарубежного архива в Гарфе мне удалось найти небольшой альбом, содержащий 27 шаржевровых портретов и названный «Сэр из-за границы». Автором почти всех этих шаржей был тоже Иван Ильич. Известна еще одна живописная работа Калюшинова. О ней упоминает тоже и в Глазере в своем дневнике. Это восьмой портрет Чеха и Узова Штулика, старого спортсмена Сокова. Однако, местонахождение этого портрета, как и ряд от других работ, как и мужу, неизвестно. Должно быть он в обеспеченности своей, не очень заботчен церкви согратости. Да и умер он неожиданно, на 52-м году жизни, и умер он не отмечает сердце. И успев сделать многое из того, что было им задумано. Живописная... Я кончаю сейчас. Живописным работам Ивана Ивановича совсем недавно, следует отнести совсем недавно приобретенный у негого коллекционера портрет Достоевского. Портрет этот был не окончен. Авторство не вызывает сомнений, что это отвержено подписью «выжженный на деревянные рамя». Этот портрет сейчас бережно хранится в музее Фёдора Ростоевского в Петербурге. Скоропостижная смерть Калюшного отмечена целым рядом периодических изданий эмиграции. Стоит обратить внимание на статью того же Аркадьевского, с которым он не очень, так сказать, живет. Он выглядит в журнале «Свобода» в Париже, который выходил в 1934 году. То есть, разрешите, я процитирую небольшую, я задаю тебя. От нас ушел человек большой и духовной одаренности, крепкого природного ума, напряженно не сбивая его воли и незаварианного таланта. По своей натуре он был художником, в то же время боец, страстно ненавидящий всякий произвол насилия, всякий общественный порядок, покоящийся на угнетении. Везде он оставался самим собой, цельным, без проблем, и уступом, без колебаний. Он не боялся быть одним среди всех, и в случае необходимости идти против всех. Его трудно было переулкеть, заставить пойти ради удобства личной жизни на какой-либо конфронизм. Всю жизнь он прожил так, как подсказывала ему его натура, его общественный долг, его совесть. И до последнего своего дня Иван Иванович Орюшник не переставал верить в конечное торжество демократии в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok